Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о Галине Смит, о которой мы давно не говорили, но в принципе в жизни Галины ничего особенно не происходит, кроме того, что они переехали в новый дом, которым они в принципе довольны, но кое-что надо доделать, переделать, чем они сейчас и занимаются. Галина продолжает выпускать в основном свои старые видео, пятилетние, шестилетние давности, иногда вкрапляя между ними и какие-то новые видео, и в частности Галина Смит провела прямую трансляцию, провела стрим, о котором мы сейчас и поговорим. Ну, нужно сказать, что стрим оказался огромным разочарованием для многих зрительниц, потому что все с нетерпением ждали, что Галина снова заговорит о счастливых невестах, о том, как выйти замуж за иностранца, то есть вернется ко всем тем темам, с которых она в свое время начинала развивать свой канал, и на обсуждении которых она и собрала своих подписчиц, своих поклонниц. А поскольку в последние недели Галина посвящала все свое время политинформации, то поклонницы ее подустали от этих тем, некоторые отписались, некоторые, наоборот, подписались. Так или иначе, в предпоследнем стриме все просто умоляли Галину в комментариях о том, чтобы та вернулась к своим старым добрым темам и рассказывала им о том, как наши девочки счастливо живут с американцами. Несмотря на то, что сейчас все меньше и меньше счастливых историй по определенным причинам, тем не менее, подписчицы хотят знать, как наши девочки живут счастливо уже на территории Америки, те, кто успели проскочить. И вот, значит, эти подписчицы с нетерпением ждали, когда же Галина наконец-таки снова выйдет в эфир и начнет им рассказывать про счастливые судьбы. Но не тут-то было, Галина всех разочаровала, потому что Галина снова начала дуть в свою дуду, и снова про политику, и снова про текущие события, и снова про конфликт, и снова про то, как она разругалась со своей подружкой в саргатке, с которой она оказалась по разную сторону баррикад. Короче, разочарованные подписчицы стали писать Галине, чтобы та в следующий раз точно заявляла тему грядущего стрима, потому что они сидели, ждали, как Галина будет жечь свечу, как она будет заговаривать их на счастливую жизнь, а тут на тебе, снова политика. Ну, девочки, ну что вы еще хотите от Галины Смит? Она же не волшебница, она же не может вам нарисовать жениха, если вы из России. Там как раз речь шла о том, как бедным теперь россиянкам, несчастным, выходить замуж за американцев, потому что те их игнорят, полностью игнорируют на сайтах знакомств. Ну, речь не только об американцах и канадцах, хотя именно на них был фокус, но и некоторые европейцы тоже охладели. Вы знаете, я даже думаю, что это не из-за политики. Мне кажется, это связано с тем, что сейчас, особенно в Европу, хлынуло огромное количество невест. Невест из Украины, конечно же. Я смотрю французское телевидение очень часто. И вот буквально вчера была программа о том, как проживают украинские беженцы на территории Франции, в частности в Париже. Ну, конечно же, прежде всего это красотки. Они очень красивые, фигуристые, ухоженные, губы накачаны, щеки прокачаны, маникюр-педикюр. Днем они ходят на уроки французского языка, которые были им предоставлены бесплатно, конечно же. А после уроков они садятся в кафе, в таких кожаных куртках, в обтяжку, кожаные брючки, на каблучищах и стреляют глазами. Ну, я так понял, что идет стрельба глазами, но жалуются корреспонденту, что пособие, которое им выделило французское государство, очень маленькое. Оно действительно мизерное, я с ними соглашусь. Очень маленькое пособие, но, тем не менее, мы его выдали с первого дня. Кроме того, им, естественно, выдали вид на жительство прямо сразу с первого дня на границе. И теперь вдумайтесь, зачем им нужна какая-то там кандидатка из какой-то России на сайте знакомств, в которой не доедешь, туда не летят самолеты, туда не идут поезда сейчас? Это надо на какую-то нейтральную территорию ехать, знакомиться, потом ее перевозить, везти, какими-то окольными путями. Зачем это нужно, когда под боком уже есть кандидатка с видом на жительство, со своими личными карманными денежками? То есть ее, в принципе, можно просто пригласить жить на свою территорию, выделить сухой паек там или миску супа. Кстати, это я не ерничаю, это я на самом деле, я для разнообразия зашел на сайты знакомств и очень много сейчас объявлений, которые прямо начинаются с первых строк. Следующим образом, приглашу на совместное проживание украинскую беженку, выделю там место для проживания и питание. И это очень хорошее предложение, потому что если у вас бесплатное проживание и доступ к холодильнику, то все, что вы получаете от государства пособия, это идет к вам в кармашек. Вы параллельно можете искать себе уже для серьезных кого-то отношений, потому что, естественно, все эти объявления, где вас приглашают просто пожить, это не серьезно. Но, в принципе, учитывая, что у вас есть вид на жительство сразу и есть денежки, вы можете выбирать, вы можете присматриваться, выбирать. Вам не нужно срочно замуж. Это если вы с сайта знакомств, вам срочно-срочно нужно замуж, чтобы вас в этой стране оставили. Ну, а вообще, в целом, нужно уже забыть, по-моему, про международные сайты знакомств, если вы на территории России. По крайней мере, сайты знакомств, которые ориентированы на западных мужчин. И, кстати, на канале у Галины Смит в комментариях во время стрима как раз-таки уже обсуждали возможность воссоединения именно с турецкими мужьями, с мужьями-индусами, то есть латиноамериканцы какие-то, то есть уже вот этот контингент, он более направлен на российскую невесту в нынешних обстоятельствах. Ну, в принципе, в этом ничего плохого нет. Там, кстати, писали, что турки очень хорошие мужья. Ну, я думаю, за этим нужно обратиться, за экспертизой по этому вопросу нужно обратиться к Лене Хэппи. Но это уже совсем другая героиня, и об этом будет отдельное видео. Теперь, что касается Галины Смит. Галину Смит спросили в лоб во время прямой трансляции о том, вписал ли Лэри ее Галину Смит в совладельцы дома. То есть записал ли он часть дома на Галину Смит. Галина Смит, конечно же, переполошилась, не ожидала такого вопроса и закрыла очень технично эту тему, сказав, что по дому у нее будет отдельное видео, а точнее даже ряд видео, потому что ей есть что рассказать, есть что показать. И несмотря на то, что вроде у нас сейчас во время прямой трансляции есть время, и можно было бы по этому вопросу немножечко поговорить. Но, скорее всего, она будет записывать отдельное видео, на этом вопрос закрыт. То есть мы с вами, конечно же, поняли, что в совладельцы дома Галину Лэри и не собирался вписывать, как мы все с вами прекрасно помним. Лэри купил этот дом, не посоветовавшись с Галиной, она это, кстати, подтвердила вот на последнем стриме, что она даже понятия не имела, какой он выбрал, потому что они смотрели на несколько домов, он ей сказал, что купил дом, но она понятия не имела, какой именно из тех домов, которые они посетили, он выбрал. То есть вот так он активно совещался с Галиной Смит, со своей невестой. Но, естественно, и речи быть не могло о том, чтобы Галину куда-то во что-то вписывать. Это еще ее подруги Оклахомовские говорили, что Галина жалуется им на то, что Лэри не вписывает ее никуда, в отличие от Джеймса, от Женечки, который сразу ее везде вписывал, ее сразу оформлял. А Лэри почему-то не спешит делиться своим имуществом с посторонними людьми, даже если этим посторонним человеком оказалась так называемая невеста. Скорее всего, Лэри не видит в этом необходимости, потому что он знает, что у Галины есть своя недвижимость. Я так понимаю, что она Лэри не вписала в свою недвижимость как совладельца. И, соответственно, Ларри тоже не видит смысла в том, чтобы вписывать Галину в свое имущество. Это два совершенно независимых человека, у каждого своя жизнь, у каждого свои раздельные финансы. То есть современная пара Галя и Ларри. Также на стриме Галину спросили про Наталью Фальконы, которую Галина почему-то назвала Фальконе, которая затаривается продуктами, затаривается всем необходимым на случай кризиса. На что Галина сказала, что она совсем не понимает, чем вызван такой ажиотаж у Натальи Фальконе и Винни, потому что в Америке всего полно, продуктов полно, а если они закончатся в супермаркете, то они будут есть в ресторане. Денег у них на все хватит. Я так понимаю, что Галина Смит немножко охладела по отношению к Фальконе. Раньше она на нее молилась, мечтала о встрече с ней, благоговела от одного упоминания его имени. Но сейчас по идеологическим соображениям они оказались немного поотдаль друг от друга, и Галина как бы перестала петь ей дифирамбы в прямом эфире. Ну вот, в принципе, и все основные пункты, которые я хотел бы затронуть в связи с последним стримом Галины Смит. Если я что-то упустил, пожалуйста, делитесь, пишите комментарии, я все прочту, по возможности отреагирую. Надеюсь, что у вас все хорошо, вы не болеете, берегите себя, где вы бы ни были. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.